добрый день дорогие друзья сожалению сегодня не успел доехать и надеюсь что сейчас меня услышите яков шатадин и напишет в телеграме что у меня нет возможности сейчас вести трансляцию на и на телеграм и на фейсбук поэтому сегодня будет урок только на фейсбуке только на фейсбуке значит сегодня у нас 16 16 января максим шалом если можно напишите в телеграме что урок сегодня будет только на фейсбуке да кто может написать напишите и глава в ра и у нас сегодня второй день главы второй день в ра значит сегодня отрывок у нас очень такой короткий и не очень понятны честно вам скажу лично мне он не очень понятны но в этом и заключается изучение торы что мы не пытаемся вставить всевышнего в свои представления о том что такое правильно умно и хорошо а мы пытаемся понять всевышнего что он считает добром правильным хорошим и через выполнение его заповеди мы соответствуем мы стараемся соответствовать его представление о том что такое хорошо и в итоге соединяемся так со всевышним да это смысл изучения торы значит во втором отрывке начинается так эля рашей бета вот там вот главы домов по отцам дословно переводится эля рашей бета вот там вот главы домов по отцам сыновья рауэна первенца исраэля и идет перечисление имена сыновей рауэна значит ханок фалуа хестрон карми эля мишпохот рулен то есть вдруг в середине в середине как бы всевышний посылает машей рабэйну что с особой миссией да прийти к фараону фараон это была как бы глава материального мира самый мощный царь который владел всеми видами магии которые были в то время в мире у него была самая мощная страна то есть он был такой властитель мира да и бог посылает значит моисея пророка для того чтобы он пришел к фараону и вывел еврести народ из египта при этом показав при этом показав всему мирозданию на все поколения то есть видим мы сейчас учим эту историю как бог управляет миром это была вот такая преамбула до задумка и вдруг в середине вот бог объясняет что я значит показываясь тебе именем бога а имя там все сильно то есть то что мы вчера учили всякой такие глубокие вещи вдруг идет переход вот перечисление сынов исраэля и идет рувен первенец четыре сына убнэй шимон имуэль в ямин уад идет перечисление сыновей шимона вот вот семья шимона да это второй был сын якова исраэля вот имена сыновей леви и тут мы доходим до до имен сыновей леви третий сын его звали леви и колено леви то сейчас идет более подробное перечисление его родословие держонки гатумрари у леви было три сына и годы жизни леви было сто тридцать семь лет то здесь уже про леви идет подробнее и дальше тора нам идет после того как сказал нам о леви это третий сын исраэля якова идет дальше расширение теперь идут если у рувена и у шимона говорили только о их сыновьях то у леви говорится о их сыновьях и о сыновей сыновей и годы жизни и вот идет дальше перечисление значит кому сколько было лет дальше идет поколение и доходит у нас до куда вайках амрам и тюхэвет додатон и амрам это было после леви третье поколение он взял свою тетю то есть получается дочку сейчас да дочку леви он взял йохэвет в жены и она родила ему арона и мошэ и годы жизни амрама были тоже сто тридцать семь лет сто тридцать семь лет были его годы жизни говорит нам устная тора что леви леви он жил дольше всех из своих братьев он был самый из них святой то есть как колено леви в итоге они служили в храме у них не было земельного надела в земле израиля в египте они не были в рабстве потому что они были колено священников то есть колено леви в еврейском народе это было колено священников и в самом колене священников были самые святые люди то есть это леви основатель этого колена и амрам папа мошарабейну и арона и они жили сто тридцать семь лет и про амрама сказано что он был один из четырех людей которые ушли из этого мира не за счет грехов своих да то есть них не было вообще за жизнь ни одного греха а за счет того что просто уже мир был так устроен что сейчас человек должен уйти из этого мира тело его должно должно уйти в землю а дух его поднимается в небо то есть это такое как преамбула дальше идет опять перечисление остальных братьев которые были братья амрама сыновья и циара кораху то есть идет перечисление левитов более подробно я не буду сейчас называть все эти имена все равно мы их не запомним имена очень странные сейчас этими именами не называют в айках хотя имена арон и мошарь это одни из самых популярных имен современных имен в израиле мошарь полно здесь есть ну не каждый второй примерно я думаю в израиле каждый наверное десятый мошарь может каждый пятнадцатый максимум и арон у меня сосед арон например он и у меня сосед арон и он коин священник прям у меня сосед мой арон я вчера с ним разговаривал и он из рода коинов он благословляет народ его называют арон представляете сколько поколений передают и называют именами я и цхак потому что был и цхак про про отец еврейского народа сыну яков да и значит и взял арон или шеву дочку аминадава сестру нахшона себе в жены и она родила ему четырех сыновей у арона было четыре сына надав авиу элязар и тамар тут есть у снатора нам говорит очень и очень такую практичный совет я очень люблю в торе находить практичные советы которые относятся прям современной жизни вот например а здесь такой совет из того что написано что арон взял в жены или шеву дочку аминадава сестру нахшона себе в жены тора усна тора нам говорит вот здесь скрыта одна очень интересная полезная вещь когда вы берете себе кого-то в жены то посмотрите на ее брата зачем было написано в торе про брата что втора будет писать взял в жены значит или шеву дочку такого-то сестру такого-то внучку такого-то подружку такой-то тора же не пишет пустые какие-то подробности а здесь тора нам конкретно про брата говорит так ты женишься на ком-то собираешься жениться посмотри на ее братьев внимательно прям в талмуде написано внимательно посмотри на братьев потому что ты многое поймешь твои дети могут быть похожи на ее братьев я этого не знал но у меня например у жены очень хороший брат прям реально один из самых таких правильных людей которых я знаю вот если я этот знал закон то я бы конечно бы заранее вот теперь значит если женщина женится на мужчине то тоже она должна посмотреть на его братьев но тут из этого это это я так чисто от себя сказал а если нет брата спрашивает тамара лобачева если у нее нет брата у этой женщины то тогда это мне напоминает анекдот когда парень шел на свидание первая с девушкой наши дух то он не знал о чем с ней разговаривать ему сказали ему сказали дали совет что спроси ее вначале о семье потом спроси ее вначале о еде что она любит а потом какой-то задай философский вопрос и он значит приходит наши дух они садятся первая встреча он ее спрашивает вопрос о семье вот он как раз видно учил этот талмуд он говорит скажи пожалуйста у тебя есть брат она говорит нет брата он смотрит на подсказку 2 вопроса идея он ее спрашивает скажи а ты любишь макароны она говорит нет не люблю макароны значит он думает какой же философский вопрос задать он задаете вопрос говорит скажи пожалуйста а если бы у тебя был брат он бы любил макароны это такой философский вопрос если у него нет брата не знаю на кого смотреть надо тут написано что как раз если есть брат надо посмотреть на брата и сыновья кораха были асир элькана авиасав это была семья кораха и элязар сына рона элязар сына рона взял себе жену из дочерей пути эля пути эль это был и трой еще одно из имен и тро тесть маше то есть получается машера женился на дочке и тро и сын его брата а рона он взял себе тоже из дочек и тро помните было семь дочек он взял оттуда себе жену очевидно там было что-то было в них что что привлекало левитов и раз машер обей на женился на цепоре и мы видим что элязар женился на на еще одну из дочерей тро то она ему родила сына по имени пинхас потом будет целая глава автория которая названа по имени пинхаса и пинхас это очень такая личность которая уникальная которая из которой учится много законов целая глава в торе была ему посвящена и тро тоже есть целая глава в торе называется и тро и пинхас который тоже ему целая глава посвящена или раши а вот оливи им это главы отцов главы домов у леви им по их семьям и это тот арон и маше которые которым сказал бог им чтобы они вытащили вывели сыновей израиля из земли египетской аль цвотам по их воинствам вот тут впервые впервые здесь значит упоминается вот это слово что есть у человека вот мы видим человека просто как человека да вот мы видим человека значит он там ходит что-то говорит и так далее но у человека есть душа которая как помните была глава про якова лестница в небо да он видел во сне лестница в небо как по которой ангелы поднимались и опускались если посмотреть на человека с этой точки зрения что человек он создает духовную энергию и отправляет отправляет эту духовную энергию то есть каждое действие это как ангел каждое слово это как ангел они поднимаются а потом опускаются разные события в жизни и так далее, то можно назвать, что вот эти души людей, эти ангелы, это как воинство, их бесчисленное количество. И нужно было вывести весь и в рейский народ из Египта как воинство, да, потом дать им Тору и так далее. М. Амидабрим эль-Паро. И это те Арон и Моше, которые говорили к фараону, царю Египта, вытащить сынов Израиля из Египта, этот, эти Моше и Арон. И было в этот, и было боем, и было в день, когда говорил Бог к Моше в земле египетской. Все, сегодняшний отрывок заканчивается, и он нам дает просто некое описание такое, да, кто они были, чтобы мы еще раз увидели, чтобы мы еще раз увидели сущность Моше Аарона и колено левитов, да, что колено левитов, это было, помните, когда Яков, вот та же лестница в небо, когда он выбегал, убегал от Исава, и у него было страшное такое тяжелое положение, там за ним гонится Исав, хочет его убить, у него нету денег, у него ничего нету, он пешком идет куда-то вообще непонятно к Лавану. И он, значит, Яков, в тот момент, он взял обед перед Богом, и он Богу сказал, что если ты меня сохранишь, если ты меня вернешь в дом отца моего, если ты мне будешь всесильным, то есть, что имеется в виду, что бывает, что человек знает, что есть Бог, но он строит свою жизнь не исходя из этого, а он строит свою жизнь исходя из каких-то сиюминутных интересов, то есть, как будто бы есть какие-то другие силы, кроме Бога, это называется, что у человека Бог есть, но Бог для него не всесильный, то есть, он думает, что ему кто-то может повредить, кто-то может помешать, кто-то может дать ему работу, кто-то не дать, кто-то у него может что-то забрать и так далее, это он считает, что Бог не всесильный, а Яков, он когда брал обед, он говорил, если ты будешь для меня Богом всесильным, то есть, он говорит, если я сумею, а это, об этом надо больше всего молиться, потому что мыслительная деятельность человека, она, ну, очень мало под его контролем постоянным, да, люди не живут осознанно, и очень важно, чтобы действительно об этом просить Всевышнего, чтобы ты всегда был мне всесильным, чтобы я понимал в любой момент времени, все от тебя, все только в моей жизни, только ты управляешь всем. И Яков говорит, если так будет, то тогда десятую часть из всего, что ты даешь мне, я дам обратно тебе, десятина, и, значит, в этом месте, где я построю тебе храм, построю жертвенник. И вот получается, что десятая часть, у Якова было 12 сыновей, и он одного из 12 сыновей посвятил служению Богу. Колено Леви, это как раз была его десятина, полностью он его посвятил служению Богу, и когда потом зашли в землю Израиля, то колено Леви не получило земельный надел в земле Израиля, они были колено священников, все им давали десятину как раз, десятину давали колено Леви, они давали коинам из того, что давали им, и люди просто давали коинам отдельно, Это называлось трума священником. В общем, была очень удобная, хорошая система, когда ты получаешь от Всевышнего, передаешь Всевышнему десятину и понимаешь, что все от него. Все, дорогие друзья, чтобы все были счастливы и здоровы, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, чтобы был шалом. Шалом в душе, шалом в отношениях, шалом в мире, чтобы у каждого из нас мы выполняли заповеди Всевышнего и знали, что Бог, Он всесильный. И все в жизни зависит только от Него, а от нас зависит наше взаимоотношение с Богом. Это зависит от нас. А коль ми нашамам все с небес, кроме трепета перед небесами. Вот это выбор человека. И об этом стоит молиться, и на это стоит обращать внимание, а все остальное приложится. Все, всем хорошего дня. До завтра.